В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, чрезвычайных происшествиях, ведомственных проверках и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пузиков был отравлен. И сама потерпевшая изначально рассказывала об угрозах на допросе через 4 дня после смерти своего сына. И даже предоставила распечатки телефонных разговоров. В августе 2015 года Красноярский районный суд признал жену банкира Екатерину Пузикову виновной и назначил ей 7 лет лишения свободы. Но в декабре апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на дополнительное расследование. Точку в громком деле планируют поставить 26 июля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В шаге от катастрофы в Самаре оперативники ФСБ пресекли работу подпольного цеха по производству деталей для поездов. Запчасти, по версии следствия, изготавливали без чертежей и не учитывая марку стали. Как говорят рабочие, им просто приносили образец и просили его скопировать. Подробности в нашем репортаже. На кадрах оперативной съемки ящики с деталями промышленные станки. На первый взгляд, это обычный технический цех. Здесь производят детали для локомотивов. По версии следствия, нелегально. Марка металла не соответствует стандартам, технология нарушена. О том, для кого предназначены опасные запчасти, кажется, даже работники цеха не знают. Пришел человек и говорит, я хочу заказать поворотное устройство. Мы его в офис. Заказывайте. А для чего? Даже если бы знал бы, приходят мне чертежи. Вот, я их делаю. Для самолета она или для железной дороги, я не знаю. Но, как полагает следствие, пользоваться чертежами здесь не считают необходимым. Новые детали просто копировали со старых, по размерам. Как утверждают эксперты, параметры запчастей из идентичных комплектов отличаются. Что я, вступите? Размер свободный. Как получается? Противоразгрузочные устройства, которые производили на безымянке, служат для лучшего сцепления колес с рельсами. Если деталь будет некачественной, поезд может не сдвинуться с места. Это в лучшем случае. В худшем состав сойдет с рельсов. Запчастей для локомотивов изготовили на общую сумму около 11 миллионов рублей. Заказчику, а он находится в Екатеринбурге, их доставляли без сертификатов и документов. Успели установить их на поезда или нет, пока неизвестно. Уголовное дело не заведено. Нет пострадавших, ЧП не случались. Расследование дела продолжается. В Самаре дело обвиняемого в убийстве пенсионерок направят в суд не раньше августа. Предполагаемому поволжскому маньяку, 37-летнему Павлу Шаяхметову, как и ожидалось, продлили срок содержания под стражей. В настоящий момент расследование его преступления продолжается. Шаяхметов находится под арестами, обвиняется в совершении двух убийств. Его задержали весной 2017 года. По версии силовиков, 25 марта он задушил 64-летнюю женщину, проживавшую в доме на улице Георгия Ратнера. А 27 числа того же месяца зарезал 66-летнюю женщину на пролетарской. Поймали мужчину спустя сутки, он не сопротивлялся. А на допросе, длившемся несколько часов, признал вину в двух убийствах. Напомню, в деле Шаяхметова могут появиться еще десятки эпизодов, если подтвердится активно отрабатываемое следствием и СМИ-версия, что он тот самый поволжский маньяк, убивший более 30 старушек. Что касается мотива преступлений, то речь пока идет только о корыстной составляющей. Самарский районный суд вынес приговор водителю, избившему мужчину за замечание о неправильной парковке. Все случилось в апреле на улице Куйбышева. Молодой человек припарковал свой автомобиль прямо на тротуаре возле входа в магазин. Когда он вышел, его ждал пешеход, который попросил убрать машину с тротуара. Замечание прохожего вызвало у нарушителей ярость. Он толкнул мужчину в грудь, отчего тот упал на асфальт и ударился головой. После чего водитель подошел к другому мужчине и ударил его, и сел в автомобиль и уехал. Последнего 26-летнего местного жителя признали потерпевшим. Он получил черепно-мозговую травму. Водителя признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, осужденному придется выплатить жертве 75 тысяч рублей. Десятка и автопоезд столкнулись в пятницу на трассе Самара-Новокуйбышевск. Видео в сеть выложили очевидцы. Предположительно, легковушка вылетела на встречную полосу. Водитель погиб на месте. Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Зрелище будто из голливудских блокбастеров развернулось в аэропорту Курумыч. Спасатели провели учения. По легенде, самолет международного рейса совершил аварийную посадку и загорелся. Спасатели должны ликвидировать пожар и эвакуировать пассажиров в считанные минуты. Затем, как они справлялись с задачей, наблюдала Марина Матвейшина. Авиакатастрофа в Курумыче, самолет, который следовал из Атель-Авива в Самару, совершил вынужденную посадку. Оторвался двигатель, из топливного бака вытекло горючее и все загорелось. Это только легенда, но условия учебной катастрофы максимально приближены к реальности. По сигналу тревоги в течение трех минут на место ЧП приезжают пожарные расчеты. Они должны потушить разлитое топливо, чтобы огонь не перекинулся на воздушное судно. Спасатели в это время эвакуируют из самолета пассажиров. Их роли достались незадействованным в операции сотрудникам. Из рук спасателей пострадавшие попадают к медикам. Мы всегда работаем отлично, больше никак нельзя по-другому. Все-таки люди спасаем. Эвакуированных переписывает служба организации пассажирских перевозок. Эти сотрудники даже не знали, что участвуют в учениях. Чтобы сохранить эффект внезапности, предупреждать их не стали. Неожиданно и волнительно. И как бы не дай бог такое в жизни случится на самом деле. Если была бы на самом деле такая ситуация, понятно, что многие вообще бы не могли что-то говорить правильно. И тогда уже мы просто переписываем вот чисто внешне, как он мужчина, примерно какого возраста, во что одет, чтобы потом его как-то можно было опознать родственники или близкие. Поврежденные воздушные судна увозят с полосы специальной техникой. Учения проходят в то время, когда в аэропорту небольшое окно. То есть нет ни вылетов, ни прилетов. И учения не пугают пассажиров и не мешают пилотам. В условиях реального ЧП работа аэропорта будет парализована. Все зависит от того, конечно, где это и когда это произошло. Если это произошло на полосе, то это все, аэропорт закрывается до того момента, пока правительственная комиссия не даст добро. Они проводят расследование, там, все это. Если ничего серьезного, ну, мало ли, да, то это очень быстро все. Есть также нормативные рамки, то по эвакуации воздушного судна с летного поля аэродрома. Такие репетиции катастроф проходят ежегодно летом и зимой. В меньшем масштабе каждую неделю. Спасатели отрабатывают навыки работы в экстремальных условиях, чтобы довести их до автоматизма. Признаются, лучше тысячи раз тренироваться, чем участвовать в настоящей беде. За взятку отстранены от должности заместитель и начальник отдела фирменного транспортного обслуживания Самарского отдела РЖД. Такое решение принял Ленинский районный суд. По версии следствия, заместитель выступила посредником в передаче взятки в 40 тысяч рублей начальнику отдела центра. Взамен тот должен был составить документы о соответствии массы груза, грузоподъемности вагона. Деньги были перечислены на карту банка, принадлежащую заместителю. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Всем своим нажитым добром рискуют должники, не оплатившие штрафы ГИБДД. Если долг выше 10 тысяч рублей, судебные приставы могут арестовать имущество. В рейд по злостным неплательщикам вместе с судебными приставами вышла и наша съемочная группа. Добрый день. Здравствуйте. Федеральная служба судебных приставов. Кому? А мы к вам. Утро может оказаться совсем недобрым, если накопить неоплаченный штраф в ГИБДД. Мужчина задолжал более 10 тысяч рублей. Теперь с молотка может уйти его описанное имущество, если за 10 дней он не погасит все долги. Имущество подвергнуто описи и аресту. Это компьютер. В количестве одна штука на 5 тысяч рублей. Так далее, пройдемте. Телевизор на сумму 4 тысячи рублей. И музыкальный центр на 1800 рублей. Чтобы остаться при своем и не принимать в гостях судебных приставов, нарушителям правил ПДД необходимо заплатить штраф в течение двух месяцев. Причем в первые 20 дней это можно сделать с 50-процентной скидкой. Однако многие не торопятся и копят долги. По данным судебных приставов, самый большой долг, который числится сейчас за одним из самарцев, 300 тысяч рублей. И даже если у него не окажется имущество на такую сумму, заплатить ему придется. Если должник работает, мы направляем постановление о удержании 50% заработной платы. Если есть у должника счета в банке, то мы накладываем арест на данные счета. И банк обязан данные денежные средства списать и направить также в счет погашения задолженности взыскателя. Таким образом, сумма долга в любом случае погасится. Мы с ними боремся. Также выезжаем каждый месяц на адреса совместно с работниками судебных приставов. Выявляем, привлекаем, ограничиваем и водительскому удостоверению. Сегодня судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД постучали в двери к девяти должникам. Чтобы завтра они не пришли к вам, специалисты советуют вовремя оплачивать все штрафы. Роял Флэш выигрыши не принес. В советском районе Самары накрыли покерный клуб. Спецоперацию провели полицейские совместно с сотрудниками отряда СОБР Омега. В помещении оборудовано под игорное заведение. На момент проверки находились 20 человек – сотрудники клуба и любители азартных игр. С места происшествия изъяли столы, колоды карт, свыше тысячи покерных фишек различного номинала, черновые записи, телефоны и компьютеры. Установить удалось и предполагаемого организатора. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. На него заведено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Ему может грозить два года лишения свободы. На этом у нас все. Вы смотрели «Соскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok